Понимаете, вот у нас тоже в Русской Православной Церкви всё шире и шире употребляется слово, опять же, прошу прощения, я языковед, я лингвист, слово священно-началие. Слово священно-началие искажает сущность того, что оно обозначает. «В церкви нет и не может быть священно-началие. Господин Риховский вам не начальник, он ваш собрат во Христе». В церкви не может быть начальника у Господа нашего Иисуса Христа. Начальников не было и нет. И не может быть принципиально в церкви начальников. Патриарх Московский и всея Руси никак не начальник. Епископ – это правило веры и образ кротости. И Христос явил этого человека нам, воздержание Учителя. «Явитя стаду твоему», то есть нам. Я же вещей истинно. И поэтому Сигавраде стяжал Еси. Смирение им высокое, нищетою богатое. Это учение нашей церкви. Вот это учение, правило веры и образ кротости, это учение церкви, а не какого-то дяде Пете. Учение церкви о епископе такое. Поэтому у нас нет священно-началия. Ни вы, ни господин Риховский, ни патриарх Московский – это не священно-началие. Нас, священнослужителей, вы путаете с церковью. Не церковь назначила кого-то там на какую-то должность. А мы, заблудшие люди, греховные люди, допускаем ошибки. Вот и все. Многочисленные ошибки. Многочисленные ошибки. Многочисленные ошибки.